Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и вы смотрите вторую серию нового летсплея Жизнь в городе. Наши девчонки Фелиция и Хизер играют в баскетбол, к ним присоединились мальчишки, тоже решили помочь играть и я думаю, что можно даже будет познакомиться с ними. Правда, парни не очень, конечно, симпатичные, я подумываю над тем, чтобы создать каких-то парней, поселить в город, чтобы девчонкам было не скучно и чтобы можно было с кем-то познакомиться. У нас, кстати, скоро уже наступит вечер, да, уже скоро вечер будет, 16 часов, у нас устроилась в прошлой серии Хизер на работу, поэтому ей нужно будет пораньше сегодня лечь спать, так как она у нас работает с утра, но до ночи еще очень-очень долго и девчонки пока могут побросать мячик. Я тут... Ой, смотрите, что происходит! Ребят, тут граффити рисуют, давайте мы присоединимся, продолжить создавать роспись. Интересно, в Sims 4 появилось новое действие, теперь симы могут рисовать на стенах и на полу, на асфальте, я этого никогда не видела. Тут, я так понимаю, уже есть какой-то набросок, и я вот не знаю, эта штука, она в багаже этот сим принес или просто можно на асфальте рисовать? Ну вот просто кликнуть на асфальт я не вижу такого действия, но подойдя к вот этой штуке, которая уже была создана, можно дальше продолжить рисовать. Смотрите, Хизер выбрала зеленый цвет, интересно, она будет... А, уже красный! Мне интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Давайте посмотрим, как девчонки продолжат эту роспись. Тут у нас будут, наверное, дельфинчики, море, дельфинчики, и получают навык рисования. Смотрите, от того, что они рисуют на стенах и на асфальте, они получают навык рисования. Это, в принципе, хорошо, правда, рисование нам не нужно, но для разнообразия подойдет. Так, вот, смотрите, оценивающим взглядом смотрят, и, кстати, Фелиции даже краска в глаза попала. Вот, опять попала краска в глаза. Интересно, что же за картинка получится? Давайте посмотрим вообще, чем симы занимаются в столь позднее время. У нас начинается уже закат, вечер, нужно будет перекусить. Правда, да, я в прошлой серии девчонкам потребности кодом подняла, поэтому они у нас не особо голодны и могут пока развлекаться. Говорят, вы и Хизер теперь друзья, она мне нравится. Это мы уже с кем-то успели подружиться. Видишь, как ты быстро заводишь знакомство, это хорошо. Будем тебе прокачивать дальше обаяние, чтобы ты еще с кем-то дружила. Так, я немножечко поставлю на промотку, чтобы мы быстрее дорисовали эту картину и посмотрели, что же у нас получится. Вот, пока у нас только действие продолжить создавать роспись и продолжить создавать роспись вместе. Ну, они как бы и так это делают вместе. Так, вот город уже, смотрите, фонари загорелись. Или мне показалось? Мне казалось, что фонари засветились. Давайте, нет-нет-нет, Хизер, ты в баскетбол еще у нас успеешь поиграть. Ты спортивная, так что я думаю, что будешь по вечерам и по утрам, когда у тебя будет свободное время, выходить на улицу и играть в баскетбол. Вот, а Фелиция будет бегать, наверное, в караоке-бар. Слава богу, что это все рядышком, все на одном участке. Особенно хорошо, что баскетбол не нужно никуда даже перезагружаться и идти. Кстати, по-моему, этот Сим, да, начинал делать роспись и мы типа ему помогаем. Так, ну, по-моему, все. Да, мы практически закончили. У нас получилось такое вот море, да, и по нему плывут акулы. Наверное, ребята, это не дельфины, это акулы. Закрасить, удалить и смотреть. Но мы закрашивать не будем. Я думаю, закрасить, это, наверное, новое что-то сверху нарисовать мы не будем. Закрашивать мы просто посмотрим на нашу картинку и посмотрим, что же за потребности у наших девчонок. Но, в принципе, все у них хорошо. Я думаю, что можно перекусить на улице, съесть вот эту вот еду особенную, не то, что дома у нас в холодильнике. Давайте пройдемся сюда и посмотрим, что нам тут подают. Так, мужик, что у вас тут есть? Заказать еду брошетки, колбаски, мергез и тажин. Ой, боже, я не знаю, что это за блюда такие. Я надеюсь, что их едят. Подождите, я боюсь, что если сейчас Фелиция съест эту еду, ей это не понравится, потому что, может быть, она не вегетарианская. Ну, вот это вот может быть вегетарианская, вот эти два точно нет. Поэтому давайте Фелиции закажем первое, а Хизер закажем следующее. Кстати, можно попробовать поторговаться. У Хизера вроде как обаяние навык уже немножко поднялся. Поэтому попробуем. Так, я надеюсь, что это у нас, ну, похоже или нет? Или это шашлык? Боже, если сейчас Фелиция съест и ей не понравится, тебе дали порцию или нет? Наверное, лучше, чтобы тебе ее не дали. Потому что, если это тебе не понравится, то будет плохо. Во, девчонки уже селфи делают, правильно. Оставляйте фотографии на память. Кстати, это они просто сфотографировались. И фотографии не будет. Но фотографию нам нужно сделать. Так, поторгуемся? Давай, Хизер, попроси сделать тебе скидку. Скажи, что ты перспективный будущий политик. И повлияешь потом на его работу, когда достигнешь каких-то успехов. Мужик, короче, сразу закрылся. Я что-то не понимаю прикола, почему они выходят, закрываются и уходят. Как-то странно себя ведут эти продавцы в киоске. Давайте попробуем, наверное, еще раз митинг устроить. Давайте прямо вот здесь устроим. Тут есть зрители. Есть зрители. Попробуем их привлечь. И смотрите. Радж Рассоя. Потом идет Ишан Найдер. Короче, Симы, видите, с такими необычными именами. По-моему, это не Симы, созданные Максис. Это все-таки генерируются Симы. Вот. Это классно, что теперь будут генерироваться не только русские имена, но и всякие иностранные. Тоже хоть какое-то разнообразие. Так, кто у нас тут идет? Дмитрий Капустин. Ну, это вот раньше был сгенерирован. А вот эта вот живая статуя, по-моему, она с утра здесь позирует. Мы в прошлой серии еще днем, когда пришли на площадь, он тут изображал всяческие фигуры. Но уже поздний вечер, уже девять вечера, он не прекращает. Так, все. Девчонки бастуют. Вот, к нам присоединился молодой человек. Как тебя зовут? Дхруф Басу. Дхруф. Давай, ты симпатичный или нет? Кстати, покажи нам свою морду лица. Вот, присоединяйся. Сейчас. Вот, смотрите, к нам присоединяются. Нас поддерживают. Хизер молодец. Она уже достигла хорошего нашего навыка обаяния, что убедила людей присоединиться к ее митингу. И только сидит папа с сыночком. Это, наверное, папа с сыночком, да? Дмитрий Капустин. Нет, не папа с сыночком, но все равно сидят и офигевают от того, что происходит вокруг. А мы против вредностей, да? Мы против пакостей из-за хорошего проведения симов. Вот такие вот дела. Устроить митинг в поддержку общественной цели. Завтра наша Хизер идет на работу. И как раз это очень поможет, я думаю, ее повышению. Сейчас у нее прокачивается навык обаяния. Также прокачивается, да, не только у Хизер, у Фелиции тоже прокачивается навык обаяния. Боже, что же вы так кричите? Ну, это понятно, что вы протестуете, что вы против пакостей. Но вы, по-моему, сами сейчас не хуже тех пакостников. Ладненько, давайте мы прекратим пока митинговать. И поприветствуем кого-нибудь. Нужно вот познакомиться с мужчиной. Он первый нас поддержал. У него такое интересное имя, что его фиг произнесешь. Давайте узнаем о нем побольше. Дать пожертвование митингующему? Вот, блин, я даже не знаю, а что будет, если мы дадим пожертвование? Ну, понятно, что он с нас снимет 100 симолеонов. Но, может быть, это как-то поможет нам по работе? Я, наверное, ребят, рискну, и мы дадим ему 100 симолеончиков. Может быть, это как-то поможет нашей Хизер по работе. А может быть, просто дадим ему 100 симолеонов, и на этом закончится все это дело. Но, интересно все-таки. Новое дополнение. Вообще, хочется узнать все функции. И все, что здесь добавилось. Так, все. Закончили мы митинг. И у нее, наверное, появился мудлет. Да, перемены к лучшему. Кому же не нравится, когда его слушают? Так, мы, да, мы дали ему это самое, 100 симолеонов. По крайней мере, с нас эти деньги сняли, но нам ничего не написали, да? Он нам ничего, он даже спасибо не сказал. Вот гад, мы тебе деньги заплатили в поддержку митинга, а ты нам ничего даже не отстегнул. То есть, мы ему отстегнули, а он нам даже спасибо не сказал. Так, ладно, ребят, давайте, наверное, будем возвращаться домой. Кстати, вот Хизер хочет... Ой, то есть, Фелиция хочет попрощаться с мужчиной, тоже симпатичный. Давайте вернем наших девчонок домой, потому что Хизер завтра утром рано на работу, а у нас уже 11 вечера. Фух, как тихо стало. А то они так шумели с этим митингом. Смотрите, качество нормальное, художественная роспись, природа. Оказывается, у каждой росписи есть еще своя тематика. Итак, ребят, мы поднялись на свой этаж, в свою квартиру, и тут еще я обнаружила такие интересные действия. Читать записку и оставить записку со словами поддержки. Я даже не видела этот стенд, только сейчас случайно увидела. Что же за записка здесь? Наверное, что-то объявляют. Заходите в гости в любое время, мы хотим поближе познакомиться со своими соседями. Это соседи оставляют записки. Так, Фелиция, иди тоже почитай, тут записочки интересные. И только что Хизер оставила записку, да? Да, мы не можем читать записку, которую оставили сами. Давайте почитает записку тогда Фелиция. Так, а куда ты там пошла? Что там кушать ты собираешься? Взять порцию. Да, мы, по-моему, в прошлой серии начали что-то готовить. Где-то положили. Боже, они еще не испортились. 6 часов бутерброд с овощами. Да, девчоночки проголодались. Давайте, наверное, сначала Хизер попробуем поубирать. А то у нас тут все валяется. Да, немножко надо прибрать дома, чтобы было чисто. И так дом не очень плохой, не очень хороший. Так, мы прочитали. Да, у вас все получится. Так, держать. Станьте хозяином своей жизни. И давайте оставим записочку. Ну, это оказывается просто. Соседи, наверное, друг другу делают приятности и оставляют какие-то комментарии, какие-то интересные сообщения. Это хорошо. Так, ну и девчонок теперь можно уже посадить и нормально дать им поужинать. Вот, пусть успокоятся после такого насыщенного дня. Это первый их день. Интересная вообще штука. Будем подходить читать записки. Мне же самое интересное, что там пишут. Соседи написали, что они хотят с нами познакомиться. Я, кстати, думаю, что нужно будет зайти. Ну, что такое? Чем тебя не устраивает наш стол? Иди стул. Иди садись и кушай здесь. Что такое? Я не понимаю. Ребята, им, походу, не нравится этот стол и стулья. Давайте, наверное, я куплю другие, потому что я очень хочу, чтобы они у нас ели на балконе. Это так классно. Я сама люблю есть на балконе. Мы вот когда... Лето, конечно. Зимой на балконе не поешь, но когда есть возможность, я вот люблю. Так, давайте мы купим какой-нибудь другой стол, который 100% можно использовать для того, чтобы кушать. Я вообще не знаю, почему с этим столом проблема и почему симки не захотели там есть. Так, мы купим обычный обеденный стол, какой-нибудь небольшой, квадратненький. Вот, вот этот стол точно за ним можно есть. Это из игрового набора в ресторане. Ой, новая мебель появилась. Кстати, ребят, я до сих пор мебель так и не рассмотрела. Ой, а чего это нельзя поставить? Ничего не понимаю. Почему-то не ставится у нас мебель. Блин, знаете что? Не хватает освещения на нашем балкончике. Ладненько, ребят, я сейчас на паузе тут поколдую. Немножко поставлю светильнички. А то, правда, девчонкам... Я поняла, почему они не хотят есть на балконе. Потому что темно, и ничего не видно, да, Фелиция? Сейчас я поставлю освещение, и все будет хорошо. Итак, я добавила освещение. Поставила три светильника, и сразу стало заметно светлее. Да что ж такое? Почему они не хотят кушать на балконе, я не знаю. Ну, вот вроде Фелиция согласилась. Что случилось? Не понимаю, почему им не нравятся эти стулья. Мне очень нравится на балконе. Здесь посмотрите, какой классный вид. Просто шикарно. Вот выходишь на балкон и смотришь. Не, ну тут, конечно, не очень красиво. Но вот там вдалеке где-то здания такие светятся. Все классно. Вообще, круто, что появились балконы. Мне вообще нравятся квартиры с балконами. Интересно, вот можно ли самому построить балконы? Наверное, нет. И если в какой-то квартире балкона нет, то поставить его нельзя будет. Так, ну, в общем, наших девчонок пора уже укладывать спать. Потому что Хизер завтра на работу. Фелиция у нас пока не работает. И поэтому может спать пойти немножко позже. Я думаю, что она у нас пока попрактикуется в пении. Надеюсь, что Хизер это не сильно разбудит. И не сильно не даст ей спать. Да, я думаю, что она у нас будет крепко спать и не услышит ничего. Может быть, ей холодно, и она не захотела на балконе сидеть. Не знаю, почему. У нас уже выполнено ежедневное задание. Мы выбрали общественную цель. И до работы нам 7 часов. Попробуем завтра пойти в уверенном настроении. И вот, то есть, правильно? Да, настроение нам нужно уверенное. Мы и так сейчас уверенные. Так как у нее хорошая черта характера для этой работы, самоуверенная у нас Хизер, то я думаю, что нам будет легче продвигаться по работе. Да, кстати, мы еще в туалете не были. Весь день на улице. Давайте мы Хизер отправим в туалет. И потом пусть ложится спать. Фелиция таки сегодня помоет по суткам, потому что она не идет на работу и, в общем, как-то поможет своей подружке, будущей подружке. Но уже, я думаю, что они неплохо подружились, потому что целый день провели вместе на улице. И вот для их общего, я не знаю, для их отношений это очень хорошо, потому что если с человеком живешь вместе, вот с соседей, то все равно лучше, когда дружат. Я вот, когда была студенткой, жила, снимала всегда квартиру. Мы всегда снимали, вот, с девчонкой какой-то там из группы своей я с кем-то снимала. И, конечно же, лучше, когда отношения нормальные, потому что, когда не очень хорошие отношения, то и жить вместе не хочется, и не весело, и ругаются постоянно. Но мне как бы повезло, я жила с одногруппницей, с моей группой подружка, вот, так что очень было даже весело. Четыре года жили мы. Первый год я жила сама, вот, мне комнату родители снимали, это давно было, давно, я не помню, в 2000, господи, в каком это было? В 2002-2003 году. Так, ладненько, давайте мы отправим, нет, мы не будем отправлять спать, пока пусть поучится играть у нас на синтезаторе Фелиция, а Хизер пойдет спать. Я вот как раз проверю, не будет ли мешать через стену звуки. Надеюсь, что не будут, хотя было бы реалистичнее, если бы мешали. Вот, я когда, к тому, что я когда тоже училась в университете, в институте я училась, вот, я пять лет там училась, и четыре года снимала квартиру. Первый год комнату мне родители снимали, потому что боялись, наверное, оставить меня, ну, что мне было 17 лет, конечно, боялись меня, наверное, саму оставлять в квартире. Вот, и потом мы с подружкой, с моей одногруппницей нашли вместе однокомнатную квартиру и жили там. В общем, было весело, скажу я вам так. Так что снимать квартиру с подругой, это круто, чем снимать квартиру с непонятной соседкой, с которой вы не дружите, и с которой плохие отношения. Вот, честно, по себе знаю, поэтому девчонкам нужно обязательно подружиться. Так, Фелиция у нас играет, а Хизер совершенно не просыпается. Это очень хорошо. Значит, будем играть. Видите, пока у Фелиции не очень хорошо получается. Давайте посмотрим, что у нее тут с навыком. Навык пения у нее первый, и навык игры на пианино тоже первый. Ну, вот сейчас немножечко поднимем. Давайте глянем, что там на улице, не появились ли соседи. Ой, соседка, ты что, к нам пришла? Ой, ты что-то приперлась в 2 часа ночи. Нет, она, наверное, не к нам, потому что иначе бы нам в дверь бы позвонили. Она, наверное, просто смотрит и думает, кто это такие приперлись, и музыка... Ей, наверное, шумно, ребята. По-моему, выслушать жалобу, которую поведает гид. А она нам пришла жаловаться на нас за то, что мы шумим. Самое интересное, Хизер в соседней комнате лежит, спит и не слышит. И ей вообще ни капельки не мешает игра на пианино. А вот этой соседке в другой квартире, которая черти где... Вы ужаснее и упрямее всех соседей. Вы сделали большую ошибку, я это так не оставлю. Вот блин. Нам только... Давайте поприветствуем ее, что ли. Нам только бабки сварливой не хватало в соседке. Вот так, девчонки. Но оно, знаете, вот всегда так получается. Живешь с нормальным человеком, ну так соседи какие-то ужасные попадаются. Вот нам попалась ужасная соседка. Хотя Фелиция тоже молодец. В три часа ночи играла на пианино. Правильно, что бабка на нее наехала. Очень, наверное, рассердилась. Блин, что... Давайте... Давайте, что ли, восхищаться новыми альбомами. Нет, а даю вообще перекоси. Давайте попробуем ее успокоить и вообще попросим уйти и скажем. Ладно, бабка, не будем больше в три часа ночи играть. Будем до часу играть. Вот так вот оказывается. Минус житья в квартире. То, что приходят недовольные соседи, жалуются на шум. Ну, а кому сейчас легко? Кстати, мы можем, интересно, сердитую записку... Фелиция оставила эту записку. Я думала, можно сердитую записку оставить и написать о том, что вот эта бабка очень наглая. Мне, правда, пора. Спасибо за отличную компанию. До встречи. Отличная компания. Давайте споем немножко, упражняться в пении. Да, сейчас вообще все соседи повыбегают и начнут кричать на нашу Фелицию. Вот, дело в том, что нам нужно прокачивать навык пения. Но, наверное, это тоже будет раздражать соседей. Мне вот интересно, повыходят они или нет. Нет, здесь у нас никого нет. Здесь у нас тоже никого нет. И вот здесь живет вот эта женщина злая, сварливая. Интересно, с кем она там живет? Нужно будет обязательно ее посетить. С печей что-нибудь, пирог какой-нибудь. И сходить к ней в гости, пообщаться. Хотя, нафиг дружить со старыми бабками, я не знаю. Так, Фелиция у нас сердитая, конечно, из-за досадного разговора. Давайте попробуем. Пойдем успокоиться перед зеркалом немножечко. Так, а что, у нас зеркала нет? Подождите, у нас зеркала нет? А, нету зеркала? Это что ж такое? В ванной комнате нет зеркала. Давайте зеркало купим. И, кстати, давайте купим гитару для Фелиции. Потому что она будет у нас пытаться заработать деньги, работая на улице. Она пока решила, что на работу устраиваться не будет. И попробует зарабатывать деньги чаевыми. Так, где у нас здесь музыкальные инструменты? В навыках. Вот, я уже забыла, где что. В навыках. Боже, что это? Шахматный столик новый. Напольная роспись. Сделай сам. Честно, ее в багаж можно положить? И это настенная роспись. Вот, отлично. Только как ее... Куда, блин, ее положить? Я не знаю. Я не знаю, как нам ее в багаж положить. Я думала, может быть, в багаж семьи. Честно, ребят, понятия не имею, как это сделать. Ладненько, давайте купим гитару. Новых гитар нет, я так понимаю. Да, все старые остались. Ну, давайте вот купим гитару акустическую обычную. Я скрипку покупать не буду, потому что это будет вообще очень дорого. Если гитару и скрипку еще купить. Появились новые зеркала? Да, есть у нас новые зеркала, но на стену их не повесить. Поэтому возьмем... Наверное, зеркало, ребят, подешевле, потому что денег мало. У нас квартира, по-моему, 300 или 500, 7 миллионов или 600. Я уже не помню, ребят, сколько стоит квартира. Но все равно нам нужно эти деньги будет заработать. Вот, выключим потом телевизор, чтобы лишняя электроэнергия не расходовалась. Теперь будем экономить. Это не то, что мы живем. У стыки Ленбургов. Огромный двухэтажный дом. Огромная площадь, я не знаю, территория, где можно что хочешь делать. Никакие бабки соседские не прибегают и не жалуются на твое пение. Скажи, Хизер, ну вот что мне угораздило? Попадаются соседи такие злые. Как я теперь буду тренироваться петь, если им это все не нравится? Я не знаю, правда, если вечером... Если, ну вот, не вечером, а если вот днем и вечером и утром. То есть не ночью, если петь и играть на музыкальных инструментах. Интересно, соседи тоже будут жаловаться на шум? Я надеюсь, что нет, потому что иначе нашей Фелиции придется вот чисто... Чисто где-то на улице прокачивать свои навыки. Все-таки хотелось бы, чтобы она это делала и дома еще. Так, у нас пошла быстренькая промотка. Хизер, тебе, наверное, вставать уже? Пора, да, три часа, ребят, ей до работы. Пора бы ей просыпаться. Мы попробуем сделать ее уверенной в себе. Правда, как это сделать? О, мы почистим зубы, точно. Отлично, мы почистим зубы. Давайте, просыпайся и иди чись зубы, потому что это точно сделает тебя уверенной в себе. А нам как раз-таки нужно это настроение. Сегодня мы отправим Хизер на работу, а с Фелицией пойдем вместе с гитарой. Давайте гитару сразу поместим ей в багаж и попробуем заработать деньги своим пением и своей игрой на гитаре. До меня дошли слуги, что прямо сейчас на Утесах проходит какая-то безумная вечеринка. Женщина, ты с ума сошла? В 6 утра она нам звонит и говорит, что происходит на Утесах вечеринка. Нет, это, конечно, круто, но если бы ты нам позвонила, я не знаю, там, вечером, пригласила на вечеринку. Хизер сейчас на работу. Фелиция спит еще. Она у нас, я думаю, Фелиция будет подольше спать, потому что на работу ей спешить не надо, и она может с утра поваляться в постели. А вот Хизер будет просыпаться с утра пораньше, чтобы успеть на работу. Ну все, до работы ей 2 часа осталось, так что все нормально. Можно выйти, прочитать записочку. Может быть, написала бабка что-нибудь еще нам, интересно, написала или нет? Может быть, соседи. Давайте почитаем. О, Хизер должна приступить к работе через час. Как вы хотите поступить? Отправиться на работу? Работать из дома? Взять оплачиваемый отпуск? Ребята, это что-то новенькое. Сегодня первый рабочий день. Мы, конечно же, отправимся на работу. Так, Хизер, ты почему не переоделась? Карьера политика. Ой, что-то интересное новое появилось. Но давайте мы оденем ее, чтобы она у нас не выглядела. Я знаю, у вас все получится. Давайте тоже оставим записочку. Сегодня первый ее рабочий день. Я думаю, что ей не стоит все-таки не ходить на работу, выбрать все для персонажа, меньше пакостей, больше веселья, устроить митинг в поддержку. О, боже, мы еще на лестничной площадке не устраивали митинг. Знаете нам что? Надо нам купить кофеварку, чтобы Хизер по утрам кофе пила. А то с утра в 6 утра взбодриться, я думаю, просто так очень сложно. Давайте купим ей кофемашину, какую-нибудь маленькую кофеварочку. Так, где у нас здесь кофеварки? Вот, отлично, кофеварка Жакей Джо. Она как раз недорогая и нам, в принципе, дороже просто не позволит наш бюджет. Давайте приготовим кофе. Ой, только, правда, выпив кофе, она у нас взбодрится и пойдет совершенно неуверенная. Ну и что? Все равно с утра нужно пить кофе, это правильно. Классно, что они теперь в квартире живут. Мне вообще так нравится это все дело. Хорошо для молодой семьи, вот если играть, когда семья молодая, там только они поженились вдвоем, сначала живут в квартире, потом дети родились, а потом, когда уже дети подросли, там, вот, стало им тесно в квартире и можно переехать уже в свой дом. Так, Хизер будет пить кофе, высыпается наша Фелиция, нужно будет девчонкам, потом, как денежек подзаработаем, сделать ремонт в кровати, сделать ремонт в комнатах, а то все такое плохое, не очень хорошая мебель. Ну, Хизер, ой, это Фелиция еще долго высыпаться, так что пусть пока еще подремлет. Вот, все, нам уже пора отправиться на работу. Интересно, что теперь вот так вот выскакивает сообщение, и нам пишут, что вы будете делать, отправитесь или будете работать с дома. Ну, с дома работать тоже классно. Это, наверное, нужно будет ходить устраивать митинги, вот, протестовать в поддержку там чего-то, там еще что-то делать. Это классно, вообще интересно, что можно теперь иногда не обязательно брать отпуск, а работать, но работать из дома. Так, мужик этот, по-моему, он здесь и живет. Он, по-моему, и не уходит, я не знаю, ему не хочется спать, там пойти покушать, а этот вообще, боже, и маску какую-то одел. Он, наверное, был на какой-то вечеринке, напился и уснул на лавочке. Все, Хизер пошла у нас на работу, правда, она пошла в возбуждении, ну, дофиг с ним. Вот, и можно разбудить нашу Фелицию. Ой, 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 пошла быстрая промотка. Она сейчас проснется и пойдет у нас попробовать заработать деньги своим пением. Ну, а я, ребят, на этом заканчиваю серию. Будем уже с Хизер играть в следующей серии. И посмотрим, как у нее получится играть на музыкальных инструментах и зарабатывать чаевые. Всем спасибо за внимание, если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии, всем пока!